я вас приветствую дорогие друзья зрители моего канала сегодня мы начинаем новую рубрику она будет называться глядя в глаза наверное многие из вас догадаются что это значит почему такое название я буду рассказывать вам о своем мнении на какую-то тему глядя прямо в глаза но в данном случае в объектив камеры которая меня снимает конечно вы можете не согласиться с моими выводами с моим мнением ну может быть вам интересно будет его узнать начнем с такой злободневной темы сегодня ровно полтора года как все мы живем состоянии карантина продолжается пандемия коронавируса ковид 19 хотя он уже стал и к видам 20 и к видам 21 и скорее всего будет и к видам 22 потому что каждый год появляется какой-то новый штампе наверное было бы правильно ему давать номер того года в котором он появился но суть не в том суть том что это очень сильно изменила жизнь каждого из нас и мы сейчас живем совсем других условиях которые полтора года назад мы даже не могли представить что мы можем оказаться в них и можем оказаться так надолго и даже не можем сейчас делать такой прогноз когда же все вернется к обычной жизни или может быть не вернется вообще но не будем сразу же говорить о грустном давайте просто попробуем вместе поразмышлять на такую тему о том что это за коронавирус откуда он взялся нужно ли делать вакцинацию правильно это или неправильно и также о карантинных мерах надо ли их соблюдать и может быть от них больше вреда как некоторые ряд или пользы я глядя вам прямо в глаза выскажу свое мнение ну а вы там размышляйте и составки свое собственное мнение может быть отличное от моего так вот то что касается коронавируса лично я считаю что это не естественное происхождение этого вируса а он очень похож на что-то искусственное сделанное самим человеком в лабораториях тем более что многие говорят что там китае были где-то лаборатории недалеко и сейчас тяжело сказать почему он возник зачем его делали хотя есть такое очень скрабезное мнение и такое подозрение но я надеюсь что но не является истинным не является правдой а скорее всего только совпадение во многих странах мира ну наверно практически во всех количество пенсионного населения а также и инвалиды можно сюда добавить которые получают пенсии из-за каких-то увечий или но не полноценного состояния здоровья очень сильно увеличилась это давит на бюджеты почти всех стран мира и развитых стран и развивающихся независимо тут я например на украине живу или в украине как ему больше нравится у нас да у нас ситуация с пенсионным фондом его бюджетом очень серьезно и об этом постоянно везде говорят сколько пытались сделать реформу это не помогало коронавирус бьет в первую очередь по больным и по пожилым надеюсь это просто совпадение я здесь не буду ничего утверждать потому что ну я не знаю и хочется верить то что никто не желал преследовать такой изуверскую цель чтобы таким образом уменьшить груз на пенсионные фонды стран так что этот вопрос не будем рассматривать рассмотрим другой вопрос его искусственном происхождении почему так обратите внимание на два момента которые я рассматривал и которые меня убедили в том что это не просто вирус который появился сам по себе дед там пришел из космоса смотрите первый момент этот вирус очень агрессивен ну пожалуй не было таких других агрессивных вирусов которые сразу так быстро распространялись и очень много от одного человека могло заразиться за короткое время за короткий период это первый момент который по-моему как бы плюс ставит в отношении того что это искусственно сделанный вирус если еще второй момент то что вирусы гриппа и подобные в теплое время обычно идут на спад и равны почти нулю только вот с таким прохладным сезоном осенним когда высокая влажность понижается температура эти вирусы набирают обороты то что касалось коронавируса вот уже второй год второе лето он ясно показал что он и в летнее время не дает спуска если взять например 2020 год то он даже увеличивался летнее время росло количество заражений коронавирусом ну еще один очень важный такой момент лично мое мнение я не могу его подтвердить какими-то доказательствами там лабораторного характера или какого-то документального я заметил что обычно как-то вирус протекает в двух формах тяжелая и легкая причем хотя кому-то кажется что легкая форма из-за того что у человека хороший иммунитет но нет я уже видел неоднократно что я в легкой форме протекает это заболевание в том числе у людей пожилых у людей больных кому-то кажется что это связано с тем что человек получил малую дозу но мне почему-то кажется это еще одним плюсом в сторону того что этот вирус являлся бактериологическим оружием и возможно тяжелая форма это была та которая для противника должна была применяться чтобы его поражать а легкая форма это был антидот который для солдат для того чтобы они не заболели этим вирусом это своего рода как вакцина по сути сейчас вакцинация это как люди себя после вакцинации чувствует иногда совпадает с тем как чувствовали себя те кто болел в легкой форме вот такие вот выводы у меня напросились я не думаю что они являются так стопроцентно верными но в то же время можете тоже поразмышлять в этом направлении теперь перейдем следующем вопросу по поводу вакцинации вакцинация конечно личное дело каждого человека это много раз подчеркивается на разных уровнях и это правильно мне кажется что лучше всего когда как бы человек если он придерживается вакцинации то не навязывать свое мнение другому что давай ты тоже вакцинируйся и наоборот если человек против вакцинации он тоже не должен навязывать другим что вот вакцинация это зло это плохо в определенных ситуациях в определенном отношении вакцинация конечно служит на пользу она может защитить от тяжелого течения болезни может быть даже и того чтобы человек умер или имел какие-то последствия для здоровья но в то же время и как мы видим иногда вакцинация приносит не очень хорошие результаты в том плане что последствия неизвестно и то ли от этого человек умирает но уже несколько таких было случаев это зафиксированный случай возможно просто совпадение но тем не менее есть случаи зафиксированные точные что люди после вакцинации плохо себя чувствовать повышение температуры головные боли и так далее вот так но с другой стороны на вакцинация как я уже сказал может защитить человека от более тяжелых последствий но здесь есть еще обратная сторона медали те кто вакцинируется они будут чувствовать себя более уверенными им будет казаться что больше не надо носить маски больше не надо какие-то меры предосторожности если человек и до этого не соблюдал их то он начнет вообще себя вести как ни в чем не бывало но ведь вакцинированные вакцинированные тоже могут заболеть и коварство в том что скорее всего они будут болеть так что бессимптомно потому что как бы вакцинация будет защищать их таким образом они смогут заражать других людей особенно тех кто не вакцинировался они вакцинируются нас чаще всего пожилые и больные то есть опять удар на эту так сказать группу риска будет вот такая ситуация теперь то что касается карантинных мер там были такие исследования что вот мол те кто в масках заражаются чаще чем те кто без масок но я попробую объяснить со своей стороны как вот я думаю какому выводу я пришел все дело в том что когда человек одевает защитную маску то он в первую очередь защищает от заражения другого если он является носителем он не заразит другого человека это первый момент второй момент что он также может защитить себя от того что вокруг воздухе небольших так сказать порциях до этот вирус он может защитить себя при помощи маски но когда другой человек без маски и он дышит или тем более чихает на этого человека и эти частицы попадают на маску то делая вдох человек вдыхает и они находятся уже внутри между маской и ртом и в него больше есть вероятность что он получит максимальную дозу из той которая была ему передана если нет маски то этого не будет происходить то есть мы видим что что не маска виновата по сути в том что человек может заразиться сильнее виноват тот другой который маску не носит или не соблюдает дистанцию то есть вот так вот такие вот мысли у меня были сегодня по этой теме если кто-то захочет высказать свое мнение пожалуйста для этого существуют комментарии ну а мы опять встретимся с вами глядя в глаза до новых встреч